В таких случаях обычно звучат фанфары, но звуки инструментального оркестра также подчеркивают торжественное событие. Скрупулезный научный труд закончен, мир увидел новую книгу. Это монография «Этнические сообщества предкавказского города. Проблемы адаптации и идентичности вторая половина 19-го начала 20-го века». Весомое название соответствует длительной исследовательской работе, которую провел автор-кандидат исторических наук, декан исторического факультета АГПА Сергей Николаевич Ктитеров. За свою научную деятельность он выпустил три книги и написал более 200 работ. В новом издании он рассказывает о тех народах, которые в досоветский период жили на территории Армавира. Каждый народ внес свой поистине неоценимый вклад в развитие местной жизни. Каждый занимал свое незаменимое место в культуре, в хозяйстве. Народы, которые издавна проживали в Армавире, дают нам поистине бесценный опыт того, как лазить друг к другу, как совместно решать общие задачи и проблемы. В книге 376 страниц и более 160 фотографий дореволюционного Армавира, а также ценные приложения. Пять глав, каждая из которых раскрывает малоизвестные сведения из истории нашего города, где в разное время переплелись судьбы многих народов – чехи, болгары, осирийцы, немцы, русские, армяне, дагестанцы и даже выходцы из Северной Америки. Все они привносили свой уклад, свою культуру, делились опытом, перенимали друг у друга лучшее и со временем явили миру полиэтническую палитру жизни, не омраченная межнациональными войнами и конфликтами. Этот опыт Армавира может быть более важен для России, где эти конфликты все-таки сейчас, последние годы имеются, и может быть даже для мира, где, допустим, кризис политики мультикультуризма испытывает Франция, Германия, страны Северной Европы. А у нас на протяжении многих десятилетий бок о бок жили представители разных национальностей. Просто наука – это такая хитрая вещь, что если не знать историю, можно хорошо вляпаться и наступить на грабли в очередной раз. Вот поэтому он напоминает, во-первых, он действительно очень много документов представляет, и он показывает реальную картину, как можно добиваться каких-то положительных результатов, даже в сложной межэтнической какой-то обстановке. Сергей Николаевич в своих исследованиях опирается только на факты и подлинные документы, которые по крупицам нашел в архивах. Воссоздать картину дореволюционного Армавира помогут качественные иллюстрации, собранные автором по частным коллекциям. Книга будет интересна широкому кругу читателей. Тираж ограничен. Познакомиться с изданием можно в Центральной городской библиотеке, Краеведческом музее и архиве города. По вопросам приобретения необходимо связаться с автором. Лариса Юровская, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.